Итак, друзья, всем привет! Сегодня 18 июля 2020 года. Друзья, я сегодня нахожусь на тачке номер один у себя и отбираю мед. Друзья, я сегодня хотел бы с вами поговорить о том, об ошибках пчеловода, о недоборе меда. Вот именно с этими ошибками пчеловода. Что с этим связано? Почему некоторые пчеловоды не добирают мед? Какие делаем мы, пчеловоды, ошибки? Я не исключение в этом году. Недобор меда тоже есть у меня на моей пасеке, на моих тачках, на стационаре. Это да. С этим, друзья, спорить я не буду. Ну, что с этим связано? Давайте мы поговорим. Сейчас я буду работать, отбирать мед и поговорим. Ну вот, я сейчас начну с этого ряда, с краю. Что мы, друзья, видим? Видим, друзья, что вот улей 12-рамочный. Стоит два магазина. Мед печатный. А у нас на Урале сейчас идет главный медосбор. Пчелы работают. Пчелы работают активно. Но мы что видим? Что здесь все запечатано. А это значит, что в этой семье мало количества свободных сот для размещения нектара. Это, друзья, первая ошибка пчеловода. Что пчеловод не обеспечил на главный медосбор эту семью дополнительными надставками, дополнительной сушнинкой. Это вот будет первая ошибка. Поэтому пчелы, как правило, здесь не могут полностью разместить весь нектар по всем ячейкам. Как бы его быстрее испарить. Вот это вот и есть ошибка пчеловода. Ну, а чтобы такого в дальнейшем, друзья, не происходило, что нехватка у них свободной суши для размещения нектара. Ну, печаточка, видите, полностью запечатанная рамка. Нужно своевременно поставлять нашим пчелосемьям заблаговременно, еще бы хотел сказать, магазинные надставки, либо корпуса. Неважно, в какой системе вы работаете, в каких улях вы работаете. Конструкций по улях очень много, но суть-то одна, друзья. Чтобы у пчел-то были свободные ячейки для размещения нектара. Ну, давайте вторую ошибку пчеловода. О недоборе меда. Почему пчеловод не добирает мед? А мог бы взять больше меда, конечно. Если есть такой бурный взяток. Ну, если так, друзья, случилось, у вас нет надставок, а магазины у вас все полные, то не делайте такой ошибки. Следующая ошибка. Отбор меда в период дня, когда пчела летит за нектаром. Сейчас мы вот отбираем мед. Пчелу беспокоим. Нарушаем ее гнездо. И пчела, она начинает поправлять ячейки, которые мы сомнём. И еще покажу вам, друзья. Вот так вот получается какие-то язычки, наросты. Кто как называет. И там имеется мед. Видите, пчела в порванных сотах отбирает этот мед и будет переносить, естественно, в другое куда-то место. В свободные, естественно, ячейки. Вот. Пчела должна работать вне улья сейчас. Главный медосбор. Но она работает внутри улья. Подбирается как бы. Итак, друзья, это вторая ошибка пчеловода. Если такое случилось, то отбирайте рамочки в вечернее время. Это для того, чтобы в вечернее время пчелы в течение ночи они приврались у себя в ульи. И когда вы поставите взамен им свободную сушь после отбора вот этих медовых рамок, чтобы пчела смогла поправить все как бы ячейки в улье в этих рамках. А с утра уже полетела за нектаром. Здесь, конечно, благоприятная погода и есть выделение нектаровых цветов. Вот именно это когда идет главный взяток. И еще насчет надставок. Когда правильно поставить надставки? Тоже не делайте таких ошибок. если вы видите у вас надставка уже заселена пчелами. Появился нектар. То опять же если у вас есть свободные надставки надставку всегда ставьте не во время лета пчел не в дневное время а с вечера. Это, друзья, будет третья ошибка. Если вы будете надставки тоже ставить дополнительные своим пчелосемьям во время дня когда пчелы работают куда-то летают за нектаром. Не делайте вот этой третьей ошибки. Ну а так, друзья, я вам сейчас рассказал о трех самых таких более главных ошибках пчеловода при недоборе меда на своей пасеке. Конечно, ошибок бывают еще и больше. Ошибки еще, конечно, есть, когда пчеловод зачем-то лезет в улей смотреть сколько там принести меда. Поднимают рамки, тревожат пчел. Это тоже, друзья, ошибка. Но вот эти вот три главные ошибки, друзья, я считаю, они на первом месте. А так, друзья, если кому были интересны мои советы, не забываем поставить лайк, то, друзья, не подписался на мой канал, подписывайтесь. Там рядом внизу с подпиской имеется значок колокольчик. жмите его и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала. Всем, друзья, пока и до новых встреч! Субтитры